здравствуйте друзья рад приветствовать вас на нашем канале и сегодня у нас опять стал в неизвестность нашей машиной времени будет прибор xterra 705 металлодетектор а исследование мы будем проводить на болоте я давно уже положил глаз на это болото почему она мне приглянулась смотрите вот здесь видно что и у нас идет тропа сейчас эта тропа а раньше это была дорога старая дорога выложена гатью вот она это гать видите бревна четко просматриваются это старая дорога по ней возили даже я не знаю что раньше в этих местах было угляжение были старые поселки и выселки поэтому сейчас на месте их дачные кооперативы чем порадует нас болото я предположить не берусь на подходах к нему я уже тоже копал то есть дорога она же не на болоте начинается были находки советское серебро советы и товарищ у меня находил имперскую монету вот поэтому смотрим что найду покажу что не найду не покажу металлический предмет минус 6 гость скорее всего вот такой вот сигнал не очень конечно но будем копать я предполагаю что не знаю что-то массивное из черного металла никак не мог подумать но оказался вот такой резиновый часть резинового коврика то ли брызговик то ли что непонятно в общем и смотрите он сигналит шайтан однако видимо в резине какой-то металлическая какая-то металлическая арматура есть что ли или наполнение для меньшего истирания очень похоже на фольгу но под фольгой может золотишко быть пробуем а вот она фольга тут и лежит поэтому даже пробовать не стоит вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok Дик тут мешает мне немножко Дает ложные сигналы от ошейника ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Минус 6 сигнал Слышите, да, какая полифония идет Скорее всего это гвоздь Гвоздь или проволока ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот такая пробка Вот она от водки Ездили С спиртяжкой бухались здесь А может когда дорогу выстилали гачо Такой вот Но уже вперёд уже не железо Вот тоже интересный сигнал смотрите четкий 34 38 даже 30 до 38 немножко скрипотцой правда мне не очень нравится но будем копать конечно будем купить так проверяем вот объект здесь пенпойтер его чувствует так что будем брать оказалось вот такая бутылка коньячная или не конечно я не совсем разбираюсь но старенькая вот тут клеймо есть 05 вот такая красивая пробочка целая но мне кажется это не совсем старая на годов так наверное уже 90-х хотя кто знает напишите в комментарии будет очень интересно что за бутылочка такая вот еще раз покажу покрупнее вот донышко пробочка пробочка винтовая ведь что меня смущает на пробке никаких надписей нет ничего нет вот такую штуку выкопал похоже это от фары да это ободок от машины советской не знают какой точно вот здесь видны места крепления от фары пришлось выкопать такую вот яму копаю она не уменьшается но расстояние между целью по прибору а лежала то она вот здесь звуку немного под бревном и получается когда я здесь смотрел тоже была реакция прибор реагировал я закапываюсь он не показывает что расстояние то уменьшается и пинпоинтер там не чувствует потом я уже решил дай-ка я побольше возьму то есть сразу на будущее берите больше если у вас цель в округе просмотрите может где-то и будет меньше чтобы не допускать подобных ошибок вот так советские времена поперли у нас такими темпами может и машину удастся откопать вот такая еще попалась штука неизвестная для меня видно что это не металл вернее не железо не железо что-то типа дюраля возможно видите окислилась здесь такие вот прорези идут с одной стороны с одной стороны оба толще с другой тоньше прорези так две сквозные две друг напротив друга вот смотрите вот они сквозные а вот эти с другой стороны сделаны вернее нет неправильно я сказал эти не сквозные вот они с этой с одной стороны а перпендикулярно им две прорези с другой стороны вот такой вот механизм такая запчасть неизвестно от какого механизма вообще на бронзу похоже вот здесь вот желтенькая проглядывает интересно интересно я такую еще не встречал кто знает напишите напишите в комментарии будет очень интересно и полезно откроет наверно кое-что на близлежащие места на историю близлежащих мест вот такое полезное хозяйстве орудие труда удалось найти чех сохран нормальный ручка текстолита классно не убиваемая можно сказать берем смотрите да тут целый склад инструментов молоток но ручка конечно у него сейчас гнила но молоток зачетный я помню когда пацаном был у нас хозяйстве такой же был похоже но здесь вот это вот так сказать клювик массивнее его меньше видимо сточился уже прикольно прикольно смотрите какую штуку обнаружил непонятно что это такое тоже ну-ка дик ты не мешай показывать смотри похоже полуось какая-то вот здесь подшипничек стоит дику тоже все интересно гаечки да какая-то полуось от какой-то техники вот так вот на забери на тормозные колодки вернее колодка но сейчас там еще похожий сигнал был думаю там 2 лежит так точно скоро целый автомобиль соберем смотрите какой паук бежит ничего себе снег лежит а он еще спячку не лег не знаю как насколько видно будет он зеленый такой вот отсюда может получше быть его пошел-пошел-пошел-пошел так какая-то ржавчина еще осталось смотрим вот смотрите 44 близкой вот такой же был сигнал 42 44 сейчас вот я уверен просто что здесь тоже колодка вот он пин показывает сейчас посмотрим дело паса носа опа смотрите о она вот она вторая как раз недалеко полуось и две тормозные колодочки это лопнула колодка то накладка вернее на ней смотрите вот так вот дик спер тормозную колодку дай сюда дай сюда дай колодку дай 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 это не игрушка тебе это для машины вот так вот для машины потом и как потом будем ездить машину соберем тормозных колодок у нас не будет как без тормозных колодок то будем ездить все вот сюда кладем вот такой у нас уже хабар тут и выпить и отремонтировать и пол машины уже собрана вот вот такой смотрите цветочек нашли ну и цветок правда вот есть дырочка есть для крепления в середине как будто с кладбищенского венка да болото начинает загадывать загадки что ты думаешь думаешь так оно есть не знаю не знаю обычно это болото постоянно залито кроме зимы поэтому здесь поискать мне до этого года не удавалось а в этом году как вы помните большая засуха и все все высохло все совершенно можно ходить где угодно по болоту я хожу своих зимних о зимних летних летних конечно зима хоть снег и выпал я еще на зимние берцы не перешел мне еще летний устраивает вот таких берцах торнадо не знаю сейчас как удастся ли вам увидеть но я них уже рассказывал на своем канале перекресток семи дорог от странных кто не смотрел посмотрите вот так что спокойно можно ходить поэтому я решил воспользоваться этим моментом и пробить болото эту дорожку которая идет по болоту вот еще странная скоба как раз рядышком с цветочком вот здесь у нас цветочек был где прибор лежит у меня сейчас здесь скоба тоже интересно не знаю вот здесь до дырочка вот снизу я держусь дырочки для крепления есть вот здесь кое всего цветочек и крепился странно странно ну что друзья монетка первая монетка 16 где-то 18 было воды вот такая вот монетка у нас сейчас посмотрим что же это такое вот она плохо видно сохран не очень-то но похоже на 2 копеечки советские может 10 копеек оказывается десятчик современный российский четко проглядывается змей который убивает георгий победоносец здесь 10 копеек надпись вот как то так ну ладно это вперед какой же визит в лес без чая сегодня у нас заварена таволга прекраснейшая травка одна из моих самых любимых они я тоже уже рассказывал на канале ранее вот сейчас хочу вам рассказать какую тактику я выбрал для обследования дороги вообще все дороги обследуются как сама дорога естественно потому что когда по ней едут идут могут быть потеряшки и окраина дороги ну примерно на расстояние на которое можно спрятаться за дерево то есть зачем уходить дороги естественно в туалет в туалет или сделать засаду вот примерно на это расстояние надо и смотреть вот это обычно 15-20 метров все дальше вряд ли что-то будет находиться какие-то будут находки но вот здесь на болоте я ограничился еще меньшим расстоянием потому что посмотрел какие на каком расстоянии находки встречаются я сначала сделал тоже большие проходы ничего не было и сейчас делаю проходы примерно по 2 5 метров от дороги не больше больше нет смысла кто-то меня достал здесь уже я посмотрим кто нам мешает наслаждаться лесной тишиной хотите брюков сейчас сейчас подождите неизвестный номер коллектора вот разводил и вообще заманали последнее время я столкнулся с двумя видами развода сейчас вам расскажу если интересно пока чай пью в общем звонят одни и говорит это вас беспокоит майор пупкин но фамилия конечно я не помню же на ваше имя взят кредит вы давали кому-то свои данные или еще что-то я не давал ничего а вот такая-то такая-то взяла на вас кредит оформила значит у нее ваши данные вы давали или нет нет не давала где вы могли дать и вот в таком плане уже у нескольких товарищей с которыми я разговаривал тоже такая же ситуация была то есть это развод не ведитесь никаких кредитов на вас не взято в конце мошенники пытаются выведать у вас карту и естественно снять с нее деньги вот там потом предлагают перевести деньги на счет сотрудников фсб для сохранности и все естественно кто ведется те денег вообще не видят вот так они сохраняют деньги а второй вид мошенничества звонят и предлагают поучаствовать в мастер-классе от ведущих поваров от ведущих поваров вы говорите можете там поучиться самим попробовать можно там все блюдо попробовать которые шеф-повара из этой изготовят все все бесплатно все за счет спонсоров я на это не повелся конечно самое интересное что у нас перми как раз накануне проводился действительно такой конкурс вот а здесь они еще чем заманивали здесь еще всем всем посетителям гарантированный подарок смарт-часы о по факту то я узнал потом уже в интернете про это писали что они дарят подарок и предлагают подписать договор ну типа того чтобы подарок я получил и все хорошо что они его не присвоили себе на самом деле в договоре а там на был возрастной центр центр от 35 по моему до 70 лет моложе не моложе никак нельзя так вот договоре прописывалась как раз взятие кредита взятие кредита то есть подписав договор в автоматом берете кредит какую-то сумму то есть я так понимаю что оплачиваете этот подарок и еще прибыль мошенникам вот так разводила когда я сказал что мне 25 лет не ты нам не подходишь можете прийти но взять кого-то еще постарше зачем это как бы я так подумал для того что старшие люди они уже не разбираются в этих махинациях кто-то не читает договор ну сказали сказали подписал вот а молодые то все равно молодежь то живее по умам то хорошо что у меня ум тоже еще не зацикленный вот мои 52 то вот я естественно не пошел так что будьте бдительны не ведитесь на всякие разводы мошенников хотя тем более сейчас наше смутное время предостаточно ну вот друзья закончился наш сегодняшний коп машину я конечно не собрал но тем не менее находки были что-то я узнал про это место видимо все таки дорога была настелена в советское время вот так как потеряшки только советские мало использовалась вот ну и что копа это же не только находки это свежий воздух общение с природой получения позитивных эмоций я считаю это самым главным надеюсь вам было интересно повеселились над некоторыми моментами но я буду заканчивать до новых встреч на канале пока пока копай везде копай всегда в лесу и на полях копай в деревне у себя копай и в городах копай в урочища вдоль рек души и у дорог если возражений нет копай и огород копай фундамент и подвал воронку блин окоп никто где раньше не копал и роют где весь год копай железо и цветмет осколки пробки жесть и даже где ничего нет там тоже что то есть что то есть